Валерьянка, холодные компрессы, несколько дней пластом. Было очень трудно, но тут уж я проявил посильную твердость. Переехала, а потом как-то все нановилось. Мама нашла себе интересное хобби, начала рисовать. МММ с набитым ртом проговорил Лада. Я тоже слышала, что это помогает, успокаивает нервы. Насчет нервов ты и верно заметила. Она ведь, понимаешь, актриса была, но ни славы, ни золотых горю ей это не принесло. Играла в местном театре, а в последнее время слишком часто сидела без ролей. Новый художественный руководитель ее не взлюбил за что-то, но одним словом, маме казалось, что жизнь ее сложилась кое-как. А ей хотелось блистать. В восхищении, хотела аплодисментов, ну, как и все артисты, конечно. Ушла из театра после очередного скандала, а дома скучно. Честное слово, начала донимать отца до так, что он уже почти собрался подавать на развод, но ему повезло. Мама стала рисовать от скуки. Папа даже ей мастерскую оборудовал, нанял отличного преподавателя и как-то выяснил, что мама моя – талант. Очень хорошо у нее дело пошло, просто замечательно. Даже картины покупать стали. Мама себя почувствовала, наконец-то, звездой. Сняла огромную светлую квартиру и ходила туда рисовать каждый день с утра до вечера. Увлеклась словом серьез. Отец ей организовал персональную выставку. «В общем, моя родительница стала модной художницей». «Художницей», – эхом повторила Улада. И Олет готов был поклясться на чем угодно, что по лицу ее прибежал Литинь. «Да», – медленно произнос Фон. Она стала художницей, но в последнее время говорит, что у нее совсем пропало вдохновение. И это ее заставило вновь переключиться на меня. Они с отцом приехали в гости и теперь ежедневно спрашивают, когда я женюсь. «Сама понимаешь, как это утомляет?» «Поэтому мне нужна девушка на роль невесты. Сходить в ресторан, познакомиться с родителями. Потом они уедут и можно жить дальше спокойно». Лада отпила крошечный глоточек вина. «И что? У тебя нет приличных знакомых, барышень? Обязательно надо бомжиху с улицы привезти?» Олег пожал плечами. «Можешь не верить, но этот план у меня родился только минут десять назад». «И зачем кого-то искать, если уже есть ты?» «Вот ты сидишь передо мной и тебе наверняка нужны деньги, разве не так?» «Возможно». Мехать осозналась она. «Ну вот, воодушевлено», – продолжил он. «У меня есть возможность сделать сразу два хороших дела. Успокоить маму и помочь нуждающемуся человеку. Со всех сторон плюсы. Ну что, возьмешься помочь мне?» «Я дам тебе, хотя нет, в таком виде тебя никуда не пустят. Мы вместе пойдем в магазин, приоденем тебя, а потом в парикмахерскую». «Мне бы помыться для начала», – шмакнула Лада. «А, точно». А то, – добавила она с безжалостной прямотой, – от меня разит, как от тимки. «Ну, девушка», – помолчился Олег. «Зачем так грубо?» «Как есть, я же не актриса театра и даже». «Поехали», – решено. «Я знаю, что делать». Квартира, с которой он привел Ладу, явно когда-то была уютной дужкой, но потом из нее сделали студию, и теперь огромная площадь казалась чем-то вроде Кустуэрены. Мебели здесь почти не было, огромная кровать и пара стульев вокруг кухонного стола. Хозяйка этого чудовищного помещения вынырнула, как показалось Ладе, откуда-то из кухонного ящика и очезарно заулыбалась Олегу. «Располагайтесь, молодой человек, в ванной чистой полотенце, кровать только что перестелила, все свеженькое, вы не волнуйтесь, в холодильнике». Она затнулась, уставившись на Ладу. Та, как ни в чем не бывало, отошла к дальней стене и принялась разглядывать абстрактную картину в тяжелой раме. Трудно было понять, что хотел выразить художник. Белый фон был разделен диагональной полосой черного цвета. В верхней половине изображен фиолетовый кружок, над которым была каллиграфически исполненная буква «Ю», а в нижней – зеленый, помеченной литера «Р». «Знаете, молодой человек, донесся до нее заговорщицкий шепот хозяйки, я не понимаю современной жизни. Вот вы, такой красивый, интеллигентный, молодой мужчина, а знаете с кем? Разве эта бродяжка достойна вашего внимания? Если вам хочется иметь приятную компанию, то я могу позвонить своей племяннице, и она через 20 минут будет здесь. «Благодарю вас, но не утруждайтесь», – быстро ответил Олег. «Моя компания меня вполне устраивает, более чем». «Но как же?» «Ведь это...» «Вы чувствуете тамбры?» «Это же самая настоящая бомжиха!» «Я извращинец», – Олег оскалил зубы в недоброй усмешке. «Сам мучаюсь, а поделать с собой ничего не могу». «Прям беда». «А теперь...» «Да, заторопилась хозяйка, я уже ухожу». Лада дождалась, пока дверь закроется, и медленно повернулась к Олегу. «Но зачем ты ее напугал?» Спросила она. «Вернется же с полицией». «Не вернется», – успокоил он. «Я отдал ей на пару тысяч больше». «Не обращай внимания». «Тебе же нужно было помыться». «Теперь у тебя есть такая возможность». «Квартира оплачена до завтра, так что...» «Словом, можешь отправляться в ванную, а дальше все, как запланировали, салоны, магазины и твой гонорар в финале». «Весь это и сечь, как договаривались». «Валентина Алексеевна не находила себе места». «Квартира сына, такая просторная и уютная, вдруг показалась ей чем-то вроде катакомбы. Вроде бы места много, а приткнуться некуда. Она уже посидела на диване, но через пару минут пересела в кресло. Затем встала, несколько раз прошлась вдоль комнаты. «Как бестолково здесь все расставлено», – пожаловался она мужу. «На каждом шагу натыкаешься на какую-нибудь ерунду. Какие-то пуфики, журнальные столики, креслятся эти». Супруг спокойно сидел на диване и листал журнал. «Митя», – взмолилась она. «Ну, скажи хоть слово. Разве ты не видишь? Я с ума схожу. Пусть покой меня как-нибудь». Дмитрий Иванович взглянул на жену поверх очков и улыбнулся. «Ну, было бы на чем печалиться, Валюш. Сегодня у нас такое замечательное событие. Замечательное», – патетически схватилась за голову Валентина Алексеевна. «Митя, ты такой легкомысленный, это невыносимо. Сын сегодня знакомит нас с невестой, а ты? А ты бы что предпочла? Чтобы он познакомил нас с динозавром? Нет, но... А вдруг она не подходит Олежке? Вдруг она дурно воспитана или работает шпалоукладчицей? Дмитрий Иванович сохранил свое добродушное и веселое настроение. Шпалоукладчицца. «Замечательно», – сказал он. «Большая, сильная, уютная женщина. Соль земли. Однако ж ты в жены выбрал актрису», – напомнила ему Валентина Алексеевна. «Это все юношеская глупость и смятение чувств», – вздохнул ее муж. И тут же перехватил руку жены, легонько поцеловав ладонь. «Но это была самая прекрасная, самая чарующая глупость в моей жизни. Я до сих пор ни о чем не жалею». «Дурак», – проворчала она, отнимая руку. «Просто невозможно, какой ты дурак!» А я одна вынуждена обо всем думать. «А что, если это девушка?» Но Дмитрий Иванович уже снова шелестел страницами журнала. «Какой бы она ни была, Валюш!» – сказал он, не отрываясь от чтения. «Думаю, она подходит нашему Олежке». «Раз уже невеста, значит, подходит». «О, как просто ты об этом говоришь!» «Что он понимает?» «Он сам еще не знает, что ему подходит, а что нет?» – вздохнула Валентина Алексеевна. Но муж ее уже не слушал. Похоже, в журнале нашлась интересная статья. «А может быть, он просто притворялся». Лада, сидя в кресле парикмахера, мощилась и тоскливо поглядывала на Олега. Он оставался невозмутим. «Я уверен, когда все закончится, ты станешь настоящей сказочной принцессой!» – сказал он твердо. «За четыре часа». «Да из кого угодно можно сделать сказочную принцессу!» – проворчала Лада. «Микромилирование!» «Придумать же такое!» «Да с этой сотней пакетиков фольги на голове я похожа на космического пришельца!» «Но чертовски милого!» – заметил Олег. Парикмахера возмущенно всплеснул руками. «Вы только послушайте, что она говорит!» «Космический пришелец!» «Да и ни у одного пришельца, будь он хоть четырежды космический, нет и не будет такого чудесного цвета, как у вас!» «И через сорок минут вы сможете убедиться в этом лично!» «Еще сорок минут!» – застанула Лада. «И ни минуты меньше!» Мастер упер руки в бока и напустил на себя строгий вид. «А если будете жаловаться, то и все сорок пять!» Результата, впрочем, стоило подождать. «Когда сокращивание моей укладкой было покончено, то Лада, не веря своим глазам, дотронулась до щелковистых прядок. «Это что?» «Мои волосы?» «Нет!» – гордо ответил парикмахер. «Это мое мастерство!» Возразить ему было трудно. С выбором одежды все оказалось проще. Олег готовился к долгому и мучительному подбору наряда и потому даже попросил кофе. Но на фигуру Лады все садилось идеально. К тому же у нее оказался отменный вкус. Она легко отмела все рекомендации у служебных консультантов и выбрала три платья, которые ей даже не додумались предложить. Но все они оказались так хороши, то Олег растерялся, не зная, какое из них выбрать. «Пусть будет синее!» Пришел он на конец. «Это мой любимый цвет!» «Слушай!» – спросил он, помолчав. «А как получилось, что ты...» «Ну, это...» «Бомжую!» – подсказал Лада. «Ты же это имел в виду!» «Это...» – согласился он. «Ну, то есть ты же красивая и точно не на улице родилась. Могла бы найти себе, ну, покровителю, что ли». «Родилась я точно не на улице!» Засмеялась Лада. «В поле!» «Знаешь, есть такое мнение, что раньше женщины в поле рожали». «Так вот, если это правда, то моё им сочувствие!» Моя мама тоже хотела рожать как человек, но так уж вышло, что поехала она в деревню навестить родителей. А на обратной дороге автобус сломался. Как раз вдоль дороги поле лежали. Мама почувствовала, что схватки уже сильные и до роддома ей никак не добраться. Ушла в поле, застеснялась людей. Там и родила меня. Потом рассказывала, люди смеялись, ушла одна, а вернулась с детям. Вынула сарафан из своей сумки и вот в этот сарафан меня и завернула. «Ну!» Восхитился он. «А дальше что?» «Дальше». Поймали ей попутку и уехала она назад к родителям. Так было ближе. Отлежалась, окрепла, а через две недели вернулась в город. Пришла домой. А мужа то и нет. И все ценное из дома повынесено. Пришлось ей заново жить-начинать. Устроила меня в ясли, ну и сама туда же, полымать. Удобно было. Реденок досмотренный, да еще и какие-то деньги платит. Ну а потом уже из декрета вышла на прежнее место. Она бы и раньше вышла, да только как. Мама проводницей была. Но как мне два года исполнилось, так и стану брать меня с собой. Я в поездах росла аж до самой школы, представляешь? Бывало, приедем домой, а я ночью уснуть не могу, потому что не трясет и тихо. Ну а в школе я совсем уже самостоятельной была. Мама в рейс. Оставит мне денег. Конечно, надотовит всего. А я сама в школу, сама домой. Поела, села за уроки. Учительница заметила, что я рисую хорошо. Но про мамину работу она знала. И поэтому сама записала меня во дворец творчества, в кружок рисования. А потом я и в художественную школу пошла. Потом устроилась в детский садик рисования и малышам преподавать. И, кстати, нравилось. Мама к тому времени ведь, в общем, ее сильно предательство моего папаша подкосило. Пока надо было крутиться да выживать, ей ни до чего не было. А вот потом она, видимо, расслабилась немного, ну и того. Стала прикладываться от бутылки все чаще и чаще. Потом уже и каждый день. Я уговаривал ее все лечь на лечение, но она не хотела. А жить с ней стало невозможно. Дома грязище, сколько ни убирай. Еще каких-то саботринников начало водить. Аж страшно было. Я стала думать, куда бы мне переехать от нее. Ну и встретил однажды подородий на работу своего бывшего преподавателя по живописи. Он мне сказал, есть одна небедная дама. Таланта к рисованию у нее нет, а признаний хочется. Вот знаешь, как есть такое, что за известных писателей книги пишут другие, а тут ты бы написала парочку картин. Если дело пойдет, поставим на поток. По деньгам она не обидит. Я и взялась. А уже через полгода была у меня и машина новенькая, и квартиру я сняла в центре города и ела только в дорогих ресторанах. Заказчица моя не скупилась. Платила всегда даже больше, чем я просила. И жила я такой роскошью. Болда. Лет пять. А потом... Суп с котом. Пожалуй, плечами лада. Мой преподаватель умер, а я с заказчицей общалась через него только. Так что осталась я на миле. А тут мама еще по пьяному делу квартиру продала черт знает кому. И где она теперь? Не знаю. Не знаю, даже живали. Вот так я и оказалась на улице. Хотела было обратно в детсад устроиться, так вакансий нигде нет. Да и что там за деньги? Это еще можно, если есть где жить, а когда надо угол снимать. Сняла комнатушку в общаге, пока у меня еще немного оставалось, и пошла декоратором в местный театрик. Ну, декорации рисовала. Деревья, бутафорские, облачко. Даже интересно было. Но как-то пришла я в свою общагу, а там, в общем, подселили ко мне в комнату еще троих веселых барышин. Они на стройке работали, зарабатывали неплохо. Я подумала, да и бог с ними, мне все равно только переночевать и на работу. Ну, неделю живем, вторую. Смотрю, как-то эти девушки ко мне не то чтобы плохо относятся, а как бы свысока, что ли. Злил Ив, понимая, что они на стройке спины гнут, а я так кисточкой машу. Раз они меня у общаги подкараулили и так отметили, под дату были, конечно. Я потом три недели в бойнице провалялась, два ребра сломана, ушибов не сосчитать, а главное, три пальца направ в руки, какое-что трясывание. В общагу я не вернулась, но и заявление на этих девчонок мне стало писать. Темно было, свидетелей никаких. Что докажешь? Ну и в театре. Тоже такой декоратор ни к чему. Сказали, выздоровеешь, тогда и возвращайся. Только не сказали, как и на что жить, пока выздоравливаю. «А теперь?» Спросил Олег. «Теперь ты уже можешь рисовать?» «Наверное». Улыбнулась Лада. «Давно уже не пробовала. А тебе внезапно не только невеста на час нужна, но и художница. Посмотрим». Неопределенно ответила он. «У меня же мать рисует». «Может, поможет чем?» «Должны же быть у нее какие-нибудь знакомые связи. Вот скоро мы это с тобой и выясним. Давай-ка собираться в ресторан». «Время уже». Валентина Алексеевна бросила последний взгляд в зеркало и взяла под руку мужа. «Не знаю, что из этого выйдет, Митя, но предчувствие у меня самое мрачное». Она никак не могла успокоиться. Дмитрий Иванович уже и не знал, что еще сказать в утешении супруги. Собственно говоря, сказать то было нечего. Валя с трудом мирилась с самостоятельностью Олега. Если она как-то могла пережить его отъезд и самостоятельно выбранную профессию, то в таком важном деле, как женитьба, она не собиралась сдаваться без боя. Дмитрий Иванович знал об этом и уже заранее жалел бедную девушку, с которой им предстояло познакомиться. Валя сделает все, чтобы сын не женился на ней. И дело будет не в том, что девушка будет брюнеткой или рыжей, с образованием или без, просто ее выбрала не Валя. И с ее точки зрения, этого вполне достаточно, чтобы разрушить личную жизнь сына. «Зря мы сюда приехали», — подумал он. «Это я виноват». «Да мало ли, что Олег сам пригласил». «Я должен был предвидеть, что Валентина вццепится в парням мертвой хваткой». «А хочешь, не пойдем?» Слов предложил он. «Можно сказать, что у меня, например, поднимось давление, и ты осталась со мной». «Так будет не обидно». Валентина Ивановна поправила жирю на шее и поджрала узкие губы. «Ну уж нет, Митя. Вряд ли нам предстоит приятный вечер, но я хочу увидеть эту девицу». «Не повезло», — мысленно вздохнул Дмитрий Иванович. «Извини, сынок, но я честно старался». Они молча спустились вниз и дошли до парковки. В машине Валентина Алексеевна сидела напряженная, прямая, как палка, и на лице ее заранее приступало презрительное выражение. «Валюш», — вдруг сказал Дмитрий Иванович, «а почему ты больше ничего не рисуешь?» «Ты говорил на вдохновение, нет, я помню, но нельзя же ждать его до скончания веков». «Может, тебе просто нужно начать, и аппетит придет во время еды». «Так ведь бывает». «Я не могу рисовать без своего наставника», — резко ответила жена. «Леонид Аркадьевич всегда мог подсказать, направить, а с тех пор, как его не стало, она прерывисто вздохнула. Не напоминаю мне о нем, Митя. До сих пор не могу поверить, что мой учитель, мой дорогой наставник». «Ох, не могу, не могу даже думать об этом». «Но все-все, воюш, успокойся», — скороговоркой забормотал Дмитрий Иванович. «Не будем об этом говорить». Валентина Алексеевна отвернулась к окну. «Трудно жить двойной жизнью. Трудно скрывать правду даже от своих». На театральной сцене ей так и не удалось занять достойного места. Но это еще можно было списать на просьбе коллег на новый ход рука, да мало ли на что. Каждый, кто имеет отношение к актерской профессии, подтвердит любой театр самый настоящий серпентарий. Она почти радовалась, когда уволилась и стала уволенной пташкой. Но так и нереализованной амбиции, честолюбие все это требовало удовлетворения. Соднила, как открытая рана. И вот новая удача. Милейший Леонид Аркадьевич, взглянув на ее наброски, только горестно пожевал губами. Валентина Алексеевна, голубушка, мне жаль вас огорчать, но боюсь, вы снова избрали неверный путь. Нет, вы, безусловно, человек способный, но... Понятно, мрачно ответила она. Похоже, у меня вообще феноменальная способность выбирать не те дороги. Знаете, меня ведь актив актрисы отговаривали идти. Сказали, что с дарованием у меня полный швах, а большую роль на одной факторе не вывезешь, по крайней мере, в театре. Но ведь не прислушалась. Думала, что... А... Неважно. Уже и сама мне помню, о чем думала. Хотела цветов, обожателей, славы. Наверное, это неправильно. Настоящие актеры думают о профессии, о том, как лучше выполнить свою работу. А я думала об успехе и желала только его. Да и сейчас не перестала. Но с Леонид Аркадьевич хитро прищурился. Это то как раз дело очень даже поправимое. Вполне поправимое. Есть много талантливых художников, которым не достает денег, связей, продвижения. Заплатите любому из них, он будет писать за вас картины и останется в тени. Если вы хотите восхищения, то, пожалуй, это выход. Если вам не хочется открывать правду своим близким, то вы можете сказать тем, что вам трудно сосредоточиться дома, снять отдельную квартиру под мастерскую, подумать об этом. А вы знаете таких художников? Спросила Валентина Алексеевна. Идея ей очень понравилась. Талантливых, известных и неболтливых. Может быть, кто-то из ваших бывших учеников? Я попробую с кем-нибудь договориться, пообещала. За небольшой процент, разумеется. Валентина Алексеевна никогда не встречалась с той девчонкой, которую нашел Янита Аркадьевич. Она даже не знала ее имени. Старый учитель сказал что-то только о том, что положение у девчонки отчаянное и деньги ей очень нужны. Что ж, она платила щедро. И лишь однажды видела фотографию девушки. Худощавые, довольно высокие, у нее были правильные черты лица. С такой внешностью обычно идут в модели, но, видимо, не все и не всегда. Все было в порядке. У никому неизвестной девушки появились немалые деньги, а у несостоявшейся актрисы слава художницы. Да, все было хорошо, пока Леонид Аркадьевич тихо не скончался от сердечной недостаточности у себя на даче. Валентина Алексеевна проклинала себя за легкомыслие. Почему? Но почему она не сообразила попросить хотя бы телефон этой талантливой девы? Теперь все контакты были утеряны, и оставалось только делать хорошую мину при плохой игре. У меня совершенно нет вдохновения, вздыхала она и откладывала в сторону карандаш и чистейший белый лист. Я не знаю, как быть, я не могу рисовать. Пару раз ее посещала мысль просто нанять другого художника, но до дела так и не дошло. Валентина Алексеевна боялась, что новый талант окажется не таким сговорчивым. Вдруг он расскажет правду. Всем известно, на какие безумства может толкнуться славе, а с теми, кто занят в творческих профессиях, вообще никогда и ничего нельзя знать наверняка. Но она совершенно не выносила, когда с ней заговаривали о том, чтобы вернуться к живописи, а Митя, как назло, снова об этом напомнил. Валентина Алексеевна все еще немного сердилась на супруга, когда он открыл перед ней дверь авто и подал руку. Готова встретиться с невестой сына, улыбнулся он. Нет. Но раз уже мы все равно здесь, давай хотя бы зайдем. Девушка в синем платье сидела к ним спиной. И Валентина Алексеевна раздраженно мотнула головой. Это особо, похоже, дурно воспитана. Могла бы хоть повернуться. Да, ну и вкус у ее мальчика. Но Олег уже что-то шепнул невесте, и она не только повернулась, но даже и поднялась с места. Вот только лучше бы она этого не делала. Валентина Алексеевна остановилась и резко втянула воздух. Никаким макияжем ничем не спрятать эти однажды уже виденные правильные черты. И высокая, худощавая фигура, да даже поза, в которой стояла девушка, все это было таким выразительным, бьющим по глазам, а главное, очень, очень узнаваемым. Черт, выдохнула она сквозь сжатые зубы. Митя, мне что-то плохо. Сейчас я попрошу воды, пообещал муж. Давай присядем. Или может, сдегать в машину за таблетками? Не хочу. Тогда пойдем за стол. Не хочу, чуть слышно простонану Валентина Алексеевна. Я домой хочу. Но к ней, широко улыбаясь, шел через зал навек. Пойдем те, сказал он, по очереди обняв отца и мать. Моя надо уже совсем развелась от волнения. Давайте уже положим конец ожиданию. Познакомимся и поедим в конце концов. Лада. И вовсе она не походила на девушку, которая одаревает волнение, приветливо улыбнулась Валентине Алексеевне. Олег Олег много рассказывал на вас. Он говорил, что вы стали художницей, когда устали от театральных подмостков. И, кстати, мама. Лада твоя коллега, вмешался Олег. Вот и не верь психологам, когда они в один голос твердят, что жену выбирают по матери. Да я и сам в это не верил. Но, представляешь, у Лада тоже художница. Ну, конечно, не настолько известный, как ты, но тоже весьма талантлива. Валентина Алексеевна была уверена. В прищуренных глазах Лады примелькнула насмешка. Я еще и временно безработная художница, сказала девушка. Так что, если кому-нибудь из ваших знакомых нужен художник-оформитель или преподаватель изобразительного искусства, то я к вашим услугам. «Раньше я...» Мне дурно, с давленным голосом проговорила Валентина Алексеевна. «Где тут уборная? Мне нужно умыться. Я провожу». Вызвалась Лада. «Вдруг вам понадобится помощь?» «Может, скорую, воюш», приглашал Дмитрий Иванович. Но жена только рукой махнула. «Сиди». Девушка почтительна, но твердо взяла ее под руку. «Пойдемте потихоньку», сказала она, не торопясь. Валентина Алексеевна долго держала руки под струей холодной воды. Каждый раз, поднимая взгляд на зеркало, она встречалась со спокойным и чуть насмешливым взглядом. Но Лада стояла молча, прислонившись к стене. «Молчать глупо, да?» сказала наконец Валентина Алексеевна. «И делать вид, что мы не узнаем друг друга тоже». «Глупо», согласилась Лада. «А еще глупо, что вы зачем-то меня боитесь. Думаете, я стану болтать?» «А ты не станешь?» «Низачем». Девушка повела точенными плечами. «Хотите, можно продолжать наше взаимовыданное сотрудничество, а нет, так нет. Но болтать смысла вообще никакого. В конце концов, вы ведь честно платили мне за работу». Валентина Алексеевна улыбнулась, и впервые за этот вечер улыбка ее была искренней. «Оставь мне свой телефон», сказала она. «Думаю, нам есть что обсудить. А теперь пойдем». Мужчины нас заждались. Впрочем, те не скучали. «Я долго искал ее», рассказывал отцу Олег. «Понимаешь, этот мамин учитель Леонид Аркадьевич как-то раз смахнул лишнего и рассказал мне все. Показал фотографию даже». «Честно, мне до ужаса хотелось познакомиться с этой ладой, но... Но куда бы я сунулся? Там ведь мать замешанная и вообще... Но я хорошо запомнил ее. Ведь красавец же, а? И Леонид Аркадьевич так ее нахваливал. «Такая, дескать, талантливая девчонка. Ей бы немножко блата, и она бы прогремела». «У него это случалось», усмехнулся Дмитрий Иванович. «Он и мне тоже проболтался, но...» «Я решил, что пусть все идет, как идет». Валя чисто любива. «Вот и пусть получит свой кусочек славы». «Да и потом...» «Ты представляешь бы, что было бы, если бы мать догадалась, что мы в курсе ее?» «Назовем это успехами». «Да, я тоже лезть не собирался», признался сын. «Но когда Леонид Аркадьевич умер, я понял, мама потеряла контакты с Ладой. Она ведь сразу начала увиливать, говорить, что лишилась вдохновения, не может рисовать. Но не надо быть мудрецом, чтобы сложить два и два. Однако судьба Лады меня тогда интересовала больше. Я бросился ее искать, ведь знал, что для нее много значил заработок. А она как сквозь землю провалилась. Нигде не мог найти, и вот сегодня. Ну, просто как в кино. Шел по улице и вдруг смотрю, она правда одета как бомжиха. Хотя почему как? Она после того, как лишилась мамин гонораров, осталась буквально на улице. Без крыши над головой, без денег. Ужасно. Ну, и надо было как-то подойти познакомиться. А я растерялся. Ну, что бы я ей сказал? Здравствуйте, я от вашей заказчицы. Да кто бы в такую чекуху поверил? Пришлось импровизировать, привлекать внимание. Дмитрий Иванович нахмурился. Им надозначительно спросил он. Опять спустил в ход старый дедовский способ, так, паршивец. А что мне было делать? Возмутился Олег. Тем более я все ей вернул до последней копейки. Зато познакомился и даже в кафе затащил, накормил хоть немного беднягу. И понимаешь, я ведь сначала просто помочь ей хотел. А потом вспомнил, что мама ведь со своими вопросами, когда я наконец женюсь, и предложил ей. Давай ты прикинешься моей невестой, а я тебе за это денежек. И главное, я хотел их свести с мамой, чтобы. Но чтобы работали они как раньше, и все было бы хорошо. В общем, как говорится, синицы сплились воедино. Понимаешь? Думаю, они сейчас уже о работе договариваются. А сам то? Спросил отец. Девушка то как? Нравится она тебе или нравится? Улыбнулся Олег. Очень нравится. Только пока что сама об этом не знает. Но надеюсь, что узнает и не оттолкнет. Не оттолкнет, с улыбкой сказал Дмитрий Иванович. Веди себя по-человечески и увидишь не оттолкнет. Ты ей тоже в душу запал. Я это сразу увидел. ТССС прошептал Олег. Кажется, дамы возвращаются. и